Друзья, всем привет! Разбирался в мастерской, попались несколько вот таких старых лепестковых кругов, которые, как видим, уже пришли в непригодность, стали гладкие и выполняют роль в основном полировки. Но прежде чем их выбрасывать, хотелось бы поделиться несколькими идеями, как восстановить такие диски. Не спорю, купить проще, но опять же, бывают случаи, когда до магазина далеко ехать, либо нет времени. Вот как раз в этом случае эти идеи нам и помогут. Первый способ заключается в том, что берем круг и нож и прорезаем лепестки. То есть берем ножом, срезаем вот этот лепесток по краю следующего, затем берем следующий лепесток по краю следующего лепестка и вот таким способом по кругу прорезаем каждый лепесточек. Прорезаем несколько раз и так идем по кругу. После того, как прорезали лепестки, берем пассатишки и потихонечку отрываем, что мы срезали. То есть вот таким вот способом, не спеша. Где-то нам придется еще разочек подрезать, потому что с первого раза мы можем полностью не прорезать. Кстати, друзья, если есть у кого такие небольшие кусачки, то ими работать еще удобнее. То есть даже не нужно прорезать ножом, а просто берем кусачками и откусываем лишний лепесточек. Вот таким вот образом. Все, и так идем по кругу. Ссылочку, где я покупал такие кусачки, оставлю внизу под видео. Может кому будет интересно. Итак, вот как выглядит диск после восстановления. Некоторые скажут, что эта процедура очень длинная, но опять же при определенной сноровке это займет не более 10 минут. То есть вот таким способом мы восстановили диск, восстановили абразив. Выглядит, конечно, не как новый, но сейчас попробуем его в работе, как он себя покажет. Итак, поставил наш диск на УШМ, взял вот такую вот трубу ржавую и сейчас попробуем ее обработать нашим диском. Как видим, диск работает на ура. Зачищает просто класс. Для следующей идеи восстановления диска нам понадобится газовая горелка, металлическая щетка, ну и сам диск. Диск, как видим, весь терся, то есть абразива у него нет, осталась одна материя. И сейчас попробуем его восстановить. Итак, берем горелочку и прожигаем наш диск. Вот таким способом. Круголя. Долго не нужно держать, чтобы он не загорелся, понемножечку. Вот таким вот способом обжигаем всю материю, то есть мы должны добраться до абразива. То есть немножечко сожгли, зачистили щеточкой. Можно щетку не использовать, в принципе, когда вы будете работать, вся пыль, вот эта гарь, она сама слетит. Но чтобы лучше добраться до абразива, я обычно понемножечку. Первый раз, допустим, прожег, щеткой удалил всю гарь, и затем еще один раз прожигаем. И затем уже работаем. После нагрева диску нужно дать остыть. Сразу не нужно им работать, потому что клеевой состав тоже нагревается, поэтому сейчас немножко подождем, он остынет, и можно приступать к работе. Установил наш диск на УШМ, он остыл. И теперь попробуем им поработать. Как видим, своя задача исправляется. Друзья, вот такие две идеи сегодня я вам показал. Напишите в комментариях, какая идея вам понравилась больше. Возможно, вы знаете какие-то другие способы восстановления лепестковых дисков. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. Ну, а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!